Да, отлично. Ничего подмазать не надо там, нет? Нет. Так, дорогие друзья, у нас в гостях Николай Николаевич Миклуха Маклай, генеральный директор фонда имени Миклуха Маклая. И сегодня мы проведем такое экспресс-интервью и первый вопрос нашему гостю. Какой литературный герой вам ближе всего? Какой литературный герой, вы знаете, наверное, все-таки герой Жюль Герман и Миклуха Маклая все-таки это тот герой, которым я в последнее время живу. К сожалению, если быть откровенным, сказать, что, наверное, все-таки описание его мне ближе. Потому что мы сейчас двигаемся по тому, что было написано о нем именно литературно. Поэтому я скажу, что мой прадед для меня в этом плане является героем до сих пор. Это очень хорошо, спасибо большое. Ваши три заветных желания? Три заветных желания? Ну, наверное, все самые заветные я вам не буду рассказывать. Вот, но самое приятное, я вам должен сказать, что некоторые те желания, которые были заветными, которые исполняются. Я с вами поделюсь. И одно из самых главных это было оказаться на берегу Маклая. Оказаться в том, как папуасов, которые знали Миклух Маклая. Вот это заветное желание я исполнил. Еще есть заветное желание то, чтобы это дело, оно продвигалось в дальнейшем. И было интересно очень много. И это тоже начало продвигаться. Но еще одно из заветных желаний. Я бы хотел, чтобы мои дети через некоторое время, без того, чтобы я их продвигал к этому, пришли к тому, чтобы занимались тоже наследием нашей семьи. Потому что только они, наверное, в лучшей степени могут знать, как это на самом деле происходит. Спасибо большое. На самом деле, ваши желания звучат как цели. И я думаю, что это очень круто. Так, следующий вопрос. Способность, которой вы хотели бы обладать? Способностью я бы хотел обладать, наверное, навыком и способностью быстрее схватывать языки. Потому что вы знаете, у меня свой тип работа, у меня длиннее работа. Там 867 языков. Пока их всех освоишь, вот это вот знание, наверное, мне бы нужно, и этот навык бы мне нужно развиваться. Очень интересная способность. Окей. Так, следующий вопрос, такой нестандартный. Что вам мешает жить? Мешает жить? Вообще ничего не мешает жить. Любая сложность, она позволяет нам подниматься выше. Я благодарен тем проблемам, которые есть. Потому что благодаря им мы становимся сильнее. И если уходил бы от них, то, наверное, это была бы не жизнь, а просто что-то неинтересное. Сама жизнь — это преодоление сложностей. Ну да. И вот я думаю, что не могу вам ответить. Вот это моя отношения. Окей. На самом деле опыт не бывает плохим или хорошим. Опыт есть опыт. Это круто. Что помогает вам жить? Помогает целеустремленность. Помогает готовность не отвлекаться ни на какие мелочи, кроме подхода на цель. Я умею одевать шоры, как лошадь. И ничего не видеть, кроме определенной цели. И пока я до нее не достигну, я стараюсь не отвлекаться. Хорошо. Спасибо. Фокусировка на определенной цели. Когда ты определенная вещь все время на ней сфокусирован, тебе все помогает для того, чтобы это достичь. Так. Если бы была возможность вернуться в прошлое, изменили бы вы что-нибудь? Я бы, наверное, с первого раза пошел бы учиться не в кораблестроительной институте, я бы уже обучился в кораблестроителе на корабельной энергетике. Я, наверное, пошел бы учиться географии и истории для того, чтобы больше знать. Вот это бы, наверное, я изменил. Но, с другой стороны, смотря на это, если бы я это изменил, наверное, мой жизненный путь бы изменится. Ну, тоже верно. Наверное, нет. Не изменил бы ничего. Хорошо. Что вы больше всего ненавидите? Ненавижу глупость. Самонадеянность. Ненавижу хамство и жлобство. Ну да, такие себе качества. Ваша идея о счастье? Моя идея счастья, если ты внутри себя чувствуешь в равновесии, то ты, наверное, счастлив. Счастье – это когда ты получаешь эндорфин. Эндорфин ты можешь получать разный. Меня научили когда-то мои друзья по классу некоторым элементам счастья. Если вы мне дадите 15 секунд, я вам расскажу. Да, конечно. Дело в том, что до того, как я оказался на берегу Маклая, я считал, что мерил вам успеха, один из важных мерил успеха является финансовое благополучие, которое потом позволит тебе поехать куда-то отдохнуть и насладиться, получить определенные элементы счастья. Я приехал к ним на берег Маклая и увидел, что у них ничего не изменилось за 150 лет. Я задал вопрос, почему так? Вы знаете, 40 лет назад, когда была советская экспедиция, у нас была плантация копры. Мы добывали и разрабатывали это все, потом продавали австралийцам, ездили в город, зарабатывали деньги. И после этого не знали, куда же эти деньги потратить, потому что, в принципе, нам опять приехать нужно было ехать в город. И что же вы сделали? Мы уничтожили все эти плантации, вернулись к обычному образу жизни, потому что все в жизни, что нужно, у нас есть. Нам не нужно зарабатывать деньги для того, чтобы прокормить семью. И более короткий путь для того, чтобы получать счастье, он не всегда идет через финансовое благополучие. Он очень часто рядом с нами. И не всегда надо гнаться за деньгами, чтобы потом получить счастье. Иногда надо посмотреть, что оно совсем рядом. А деньги, безусловно, нужны для того, чтобы поддерживать себя наше счастье. Хорошо, спасибо большое. И наш последний завершающий вопрос. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я скажу спасибо за этот мир и за тех людей, которые меня тоже. Спасибо большое. Вы очень приятный человек. С нами был Николай Николаевич Миклухов-Маклай. Оставайтесь в эфире. До новых встреч. Спасибо вам большое. Так, все. Запись я закончила. Ну, спасибо вам большое. Спасибо вам большое.